Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 а о какой-то песне о рае, где находятся сейчас эти дети, и они смотрят сверху на нас и радуются нам, и сопереживают нам. И вот об этом, собственно говоря, эта музыка. Пять детей царственной четы, пять характеров и одна на всех страшная мученическая смерть. Что знаем мы о них сегодня? Ольга Николаевна – первенец императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны. Княжна Ольга представляла собой типичную хорошую русскую девушку с большой душою. Стоит отметить, что она единственная из четырёх сестёр могла открыто возражать отцу с матерью. Татьяна Николаевна из всех великих княжон была самой близкой к императрице Александре Фёдоровне. Всегда старалась окружить мать саботой и покоем, выслушать и понять её. Мария Николаевна отличалась весёлым, лёгким характером и постоянно улыбалась окружающим. Анастасия Николаевна во время войны работала в госпитале. Про неё начали говорить, что в присутствии царевны пляшут даже раненые и больные. Алексей Николаевич – долгожданный наследник. Он совмещал в себе черты отца и матери. Был чужд надменностей, но имел свою волю. Не любил придворного этикета и предпочитал быть солдатами. Это пять пьес, посвященные конкретному каждому ребёнку, плюс пролог и эпилог молитва, где мы молимся о них. Не случайно, что автор так глубоко проникся романовыми. Бог его вёл. С приходом в Даниловский монастырь он со своими однокурсниками по консерватории в студенческое время стал певчим. Сначала я попробовал, потом я как-то вжился в этом коллективе и в итоге долго там пропел. Уже в процессе этой работы и посещения постоянного Даниловского монастыря я совершенно осознанно уже в таком взрослом возрасте окрестился. И, в общем, считаю себя православным примерно вот с этого времени. ПЕСНЯ 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 КОНЕЦ 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 Павел Карманов Павел Карманов – современный композитор, который понимает, какая огромная сила таится в духовной музыке, писать ее – большая радость и ответственность. У меня есть несколько духовных произведений, но все они предназначены для исполнения не в храме, а в концертном зале. Но музыка на духовные темы у меня есть. Это произведение под названием «Слово», которое я написал для ансамбля «Сирин» в свое время. Это пьеса под названием «День первый», которую я написал для альтиста Максима Новикова из Риги. Не так много композиторов, которые готовы писать духовные произведения. И делают это. Еще меньше они знакомы широкой аудитории. А концерты и фестивали помогают узнать и полюбить их музыку. Я пою в русской православной церкви, сама певчая русского храма. И, конечно, ну, вообще, если конкретно о сегодняшнем событии, то я в восторге от того, что вообще происходит событие такого масштаба, что сегодня пишут музыку, и она наконец-то исполняется. Мы все время исполняем прекрасную музыку, но прошлых столетий, а сегодня, как будто никто ничего не пишет. Есть прекрасные композиторы, которых мы не знаем. Есть Владимир Файнер, он прекрасно пишет и чудную совершенно русскую православную музыку. Ее знают в Америке, но ее он не знает у нас. Юбилейный год 400-летия Дома Романовых. Всего лишь повод больше задуматься о невинно убиенных, молиться и просить Господа простить нам этот тяжкий грех за всех, кто отошел от царя и от Бога. Многие до сих пор обвиняют царя в том, что он отрекся от престола. Но так могут говорить люди, которые не знают обстоятельств. Более того, я бы сказала, что это не царь отрекся от престола, значит, от России, а это Россия отреклась от царя. Вдохновение – это особое состояние для творческого человека. И в работе над ораторией композитор полностью осознавал, что музыка не была только его созданием. Действительно считаю это сочинение отчасти, отчасти своим. Потому что на самом деле оно… Я был как проводник. Не могу сказать, что я это все придумал. Оно во сне ко мне пришло. Возможно. Или в какие-то моменты вдохновения. Но вдохновение – это, собственно, и есть. Какой-то луч, который светит нам от Господа и освещает нам дорогу, по которой мы потом спокойно идем. Так случилось и с написанием этой музыки. Был луч, мне был показан путь, и я по нему прошел достаточно быстро и с необычайной радостью. В музыке у него много вот такой рождественской музыки, да? Вот такой, ну что ли, воодушевленный какой-то. Это характер такой еще. Понимаете? Вот такой возвышенность какая-то такая и радость жизни, что ли. А это, я вот так вот думаю, это вообще тяжелая профессия композиторская, невероятная. Потому что у меня такое впечатление, что из человека выходит как-то душа, и она творит. А потом она заходит назад. Понимаете? И это психологически очень тяжелое дело. Несмотря на то, что вот он говорит, что ему писалось легко, но сама по себе тема очень тяжелая, особенно для питерца, потому что питерцы это все пережили. И блокаду, и репрессии, и разгром империи. Это все легло на плечи питерца. Вот. И, конечно, эта музыка, вот как-то она ему, Господь Бог это послал. Павел Карманов ждет человеческих эмоций от зрителя, который смог бы погрузиться в мелодию всей душой и прочувствовать каждого из царских детей как своих собственных, счастливых и живых. Мне очень важно, чтобы эту музыку с легкостью смогла воспринять публика не только подготовленная, но и неподготовленная. Мне бы не хотелось, чтобы это происходило только для небольшой группы музыковедов или специалистов в современной или авангардной музыке. Мне бы хотелось, чтобы любой человек, даже без музыкального образования, мог заплакать, послушав эту музыку или почувствовать какие-то добрые чувства или как-то вспомнить этих невинноубиенных детей. Собственно говоря, для этого все это и задумывалось. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ